Лидеры ОСЕАН встретились в Таиланде на 35-м саммите. На нём обсуждают глобальную торговлю и проблемы защиты окружающей среды. При этом на встрече не удалось подписать соглашение о крупнейшей в мире зоне свободной торговли. Его инициировал Пекин. Помимо стран ОСЕАН, туда должны были войти Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония. Однако прийти к согласию не удалось из-за опасений Индии. Её беспокоят возможные негативные последствия для её компаний за притока дешёвых китайских товаров. Подписание документа отложили до февраля 2020 года. На такую зону пришлась бы треть мировой экономики, а также почти половина населения планеты. «Нам необходимо защищать свободную торговлю, чтобы восстановить мировую экономику, вернуть её с пути сокращения на путь расширения». Ещё одной важной темой стала защита окружающей среды. Так приглашённый гость, генеральный секретарь ООН, призвал страны мира не использовать уголь в качестве энергоносителя. А премьер-министр Японии напомнил об очистке океанов. «Учитывая результаты саммита «Большой двадцатки» в этом году в Осоке, я надеюсь продвигать сотрудничество в области очищения морей от пластика, утилизации и торговли». Саммит завершается во вторник. Организация американских государств перепроверяет результаты президентских выборов в Боливии, которые прошли 20 октября. Процесс подсчёта голосов вызвал в стране массовые протесты. В ходе беспорядков погибли не менее двух человек, ещё 30 получили ранения. Изначально результаты обработки бюллетеней показывали, что необходим второй тур. Но внезапно был объявлен перерыв на сутки. После него данные изменились и показали, что действующий президент Эва Моралес победил уже в первом туре. «У людей вызвали недоверие к демократическим институтам, органам правосудия, к Верховному избирательному суду и другим инстанциям. Причина в том, что, к сожалению, они преследовали свои интересы, а не служили общему благу». Тем временем в Ла-Пасе тысячи человек вышли на антиправительственный митинг. «Мы не остановимся, пока не уберём это правительство». Протестующие не расходились весь день. «При таком правительстве, которое вне всяких сомнений навязывает диктатуру и цинично мошенничает, единственная альтернатива – объединить свои голоса с теми, кто защищает наши демократические свободы». Президент Моралес призвал протестующих сделать перерыв. «Поскольку начинается проверка документов, я прошу тех, кто не работает и строит баррикады, отменить забастовку, сделать паузу и подождать, когда ОАГ и делегаты трёх стран обнародуют свой отчёт». Согласно первоначальному подсчёту голосов, во второй тур выходили Моралес и его главный оппонент Карлос Меса. После 24-часовой паузы в подсчёте разрыв в количестве голосов между соперниками превысил 10%. По законам Боливии, в таком случае второй тур выборов не проводится. Меса заявил, что не признаёт поражение. Между тем, министр иностранных дел Боливии Диего Пари заявил, что результаты проверки ОАГ будут носить обязывающий характер для всех сторон конфликта. «Демократическая партия в Палате представителей Конгресса США 31 октября проголосовала за резолюцию о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. За было отдано 232 голоса, против 196. При этом отклонили документ все присутствовавшие на заседании республиканцы и даже два представителя демократов. Ранее лидеры республиканской партии неоднократно критиковали сам процесс импичмента и называли его «несправедливым». «Сегодня страна увидела единственное двухпартийное голосование. И оно было против импичмента». В своём твиттере Дональд Трамп назвал импичмент, цитата, «самой большой охотой на ведьм в истории США». «Нэнси Пелоси месяцами говорила, что хочет продолжать только в том случае, если импичмент поддержит две партии. Пока поддержки обеих партий у неё нет». О намерении начать процедуру импичмента демократы объявили в сентябре после телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Анонимный представитель спецслужб после этого заявил, что глава Белого дома якобы требовал от своего коллеги начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена. Его считают самым вероятным кандидатом в президенты от демократической партии на выборах 2020 года. Между тем, Белый дом и республиканцы говорят, что импичмент Трампа не может считаться законным. Резолюция позволит Комитету по делам разведки Конгресса проводить публичные слушания, а также публиковать расшифровки тех, что велись за закрытыми дверями. С другой стороны, республиканцы смогут вызывать своих свидетелей и запрашивать предоставление нужных документов. Жители Гонконга беспокоятся за свою безопасность после кровопролития в ходе протестов в воскресенье. Инцидент потряс весь регион. «Я на самом деле переживаю, поскольку работаю недалеко. Боюсь за свою безопасность. Надеюсь, эти страшные происшествия скоро прекратятся и в обществе восстановится спокойствие». Всё начиналось как мирная акция в одном из торговых центров. Протестующие пришли туда, чтобы сформировать живую цепь. Однако полиция стала разгонять людей, а потом неизвестный мужчина атаковал демонстрантов с ножом. Он серьёзно ранил несколько человек, затем набросился на местного продемократического законодателя, который пытался уладить инцидент и откусил ему часть уха. Сам нападавший также был серьёзно ранен. Поскольку полиция не пыталась его задержать, его остановили сами люди с помощью палок. Позже полиция заявила, что расследует инцидент. «Мы действительно видим, что люди очень расстроены. Они не знают, чего ожидать сегодня или в следующие выходные. Многие переживают». Протесты в Гонконге продолжаются уже пять с половиной месяцев. Жители этого специального административного района КНР говорят, что Пекин постепенно лишает их обещанных свобод. Ранее это была британская колония. Однако теперь Китай управляет регионом по принципу «одна страна, две системы». 39 погибших в рефрижераторном грузовике, найденном в британском городе Грейс, были гражданами Вьетнама. Об этом заявила полиция графства Эссекс. Она также уже вышла на связь с родственниками некоторых жертв. Грузовик с телами нашли 23 октября в промышленной зоне Грейса. Как выяснилось, прицеп сначала привезли в бельгийский порт Зебрюге. Потом он прибыл в город Пурфлид на Темзе. Оттуда его забрал грузовик североирландского водителя, который задержан и находится под следствием. В числе погибших 31 мужчина и 8 женщин, среди них один подросток. Предполагается, что это трудовые эмигранты. Люди погибли от переохлаждения, поскольку температура в рефрижераторе достигала минус 25 градусов. Сначала в полиции предположили, что они китайцы. Вьетнамцы, живущие в Лондоне, собрались в церкви, чтобы помолиться за погибших. «Я пришёл отслужить мессу за упокой их душ. Незаконная перевозка людей – отвратительное преступление, которое необходимо искоренить». Полиция задержала ещё четверых подозреваемых. Позже троих отпустили под залог. А четвёртому – Иману Харрисону из Северной Ирландии предъявили обвинение в 39 непредумышленных убийствах, а также в незаконной перевозке людей в содействии нелегальной миграции. Следователи предполагают, что Харрисон доставил прицеп в бельгийский порт Зебрюге. Вьетнамская полиция также начала расследование. Двое подозреваемых уже задержаны, и ещё несколько вызваны на допрос. Сотни мигрантов из Азии и Ближнего Востока, которые живут в лагере среди леса Боснии и Герцеговины, могут погибнуть в условиях суровой балканской зимы. В июне власти города Бихач на северо-западе страны переместили сотни нелегалов, которые спали просто на улицах. Их поселили в палаточный лагерь на место бывшей свалки. Оно находится в 8 километрах от хорватской границы. Теперь же гуманитарные организации призывают переселить людей в более безопасное место, поскольку зимой им грозит гибель и уже становится холоднее. «Если люди останутся там на зиму, то умрут. Они погибнут не за пять месяцев. Они погибнут за несколько дней или недель, поскольку температура опустится очень быстро». В лагере нет ни водопровода, ни электричества. Кроме того, в близлежащем лесу легко можно наткнуться на мину времён войны в Югославии. Дневные температуры уже опускаются до нуля градусов. При этом нередко идёт дождь. Люди пытаются согреться у костров. Скудные порции еды получают от местного Красного Креста. «Ситуация очень плохая, сами видите. Проблемы с палатками. Мы спим в этой плохой палатке. Там нет кроватей. Мы спим на земле. Здесь нет других необходимых вещей. Например, ванных комнат. Мы моемся раз в шесть дней». У людей не хватает одежды и одеял. Но иногда им везёт, удаётся раздобыть овцу. Значит, будет настоящий пир. «Мы тоже люди. Я видел в Словении и Хорватии сараи для животных. Они лучше, чем этот лагерь. Люди говорят, что это лагерь. Но это не лагерь для людей. Он даже хуже, чем для животных». В Боснии и Герцеговине начался миграционный кризис после того, как Хорватия, Венгрия и Словения закрыли свои границы для искателей убежища. С 2018 года в страну прибыло более 40 тысяч человек. Пятая часть из них – дети. Боснийские власти пока не смогли решить, где селить мигрантов, которые застряли в стране. Кроме того, недавно администрация города Бихач сообщила, что планирует закрыть другой лагерь, расположенный в здании заброшенной фабрики. Гуманитарные организации призывают не делать этого, по крайней мере, пока не закончится зима. По меньшей мере, 74 человека погибли в результате страшного пожара в пассажирском поезде в Пакистане. Ещё несколько десятков пострадали. Трагедия произошла в восточной провинции Пинджаб, близ города Рахим-Ярхан. «Приехав сюда, мы увидели пламя и дым. Пассажиры кричали о помощи и выпрыгивали из поезда. Потом приехало руководство железной дороги и началась спасательная операция». Поезд следовал из Карачи в Равальпинде. Многие пассажиры ехали на религиозные собрания. Возгорание произошло из-за взрыва газового баллона, который кто-то из пассажиров пронёс, чтобы готовить еду. Загорелись три вагона – два эконом-класса и один бизнес-класса. Люди начали выпрыгивать из состава на полном ходу. Пострадавших доставили в больницы. «После утренней молитвы я спал и вдруг услышал, что пассажиры кричат о пожаре в поезде. После этого мы начали с него прыгать. Я потерял большинство своих коллег. У нас здесь 52 пострадавших. Мы также получили 71 тело, из которых 15 опознали, остальные не опознаны. Некоторые погибли в огне, некоторые прыгнув с движущегося поезда. Серьёзно пострадавших мы перевели в другую больницу, а неопознанные тела отправили на анализ ДНК». В больнице пострадавших навестили министры провинции Пинджаб. Власти также обещают найти виновных. По словам министра железнодорожного сообщения Рашида Ахмеда, незадолго до инцидента проводник сказал некоторым пассажирам перестать готовить еду на баллоне в поезде, но его проигнорировали. Формально проводить в поездах такие баллоны запрещено, однако люди часто берут их с собой для готовки в долгие поездки. Для Пакистана эта трагедия худшая на железной дороге за последние 15 лет. Достопримечательности в Нью-Дели просто не разглядеть. Столицу Индии продолжает окутывать густой смог. Качество воздуха сейчас самое плохое за весь последний год. «Передевали всё было хорошо, а после стало вот так. Я каждый день совершаю пробежки, и уже более недели это стало затруднительно. Резь в глазах, носу и горле. Тело тоже болит». Показатель загрязнения превысил отметку в 999 пунктов, при том, что опасным даже для здоровых людей считается уже тот, что выше 400. Это как выкуриваешь 40-50 сигарет в день. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация. «Помимо проблем с дыханием, загрязнение также давит на нас психологически. Сейчас не зима, так что это точно не туман. Ходим везде в масках». Густой смог нарушил и авиасообщение. Из-за плохой видимости в аэропорту Нью-Дели не смогли сесть десятки самолётов. Их перенаправили в другие аэропорты. Власти столицы ввели ограничения на движение частного автотранспорта. Машины выезжают по очереди в дни в зависимости от чётных либо нечётных цифр на номерных знаках. Но в целом люди предпочитают оставаться дома. Нью-Дели – один из самых загрязнённых городов мира. В это время года ситуация усугубляется, поскольку фермеры в соседних штатах Пенджаб и Харьяна выжигают поля под новый урожай. Во власти смога также несколько соседних с Дели городов. Там закрыли школы. Метеорологи предупреждают, что пока облегчение не предвидится, смог подпитывает небольшие ночные дожди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова